привет и добро пожаловать на канал я джесс киран а это моя жена настя сейчас будем смотреть с тобой охрана труда заводы кринжа веб-шпион от кирилла сибирского правильно сказал в голове было совершенно неправильно да и это тоже начале месяца я рассказывал вам про новую соцсеть цель я не обосрался как говорится вам и давать смотреть только тот контент который нам интересен вы сами распределяете его по ярусу оттуда и название шерлот как я и говорил я активно там делюсь бэкстейджами со съемок новошедшими кусочками иногда рассказываю инфу о себе который нет в других сетях а также даю задание которое мы подготовили для какой вы можете получить приятные призы подведение итогов уже скоро поэтому чтобы ничего не пропустить скачивайте ярус по ссылке в описании регистрируйтесь ищите меня и участвуйте пока есть время всем привет простите за видео все слышали слова охрана труда зачастую в кабинете обожили информатики в остальной жизни мы не знаем что это такое но на предприятиях это очень важное дело напоминающий трудящимся безопасной работе часто с помощью видео вроде этих вопросов охраны труда промышленной безопасности сейчас до видео по охране труда такие веселые такие интересные такие познавательные шо пипец да 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 строгий корпоративный стиль все четко и понятно но все меняется когда на сцену выходят торковские строительных лесов и оксимироны сварочных аппаратов которым помимо того что донести суть надо еще реализовать свой творческий потенциал цель-то благородная но некоторые слишком увлекаются раскрытием этого самого потенциала осыпая зрителей глагольными рифмами и драматизмом на уровне мальчиков полосатой пижаме конце концов цель таких видео мотивирует пижамах сторон надо закрыться в комнате плакать а ума и что это было кичко старая сранка они закрыты в комнате плакать я уже отвлекся на нее в тот момент и часть пропустил ума и мы зашли в даркнет зону охрана труда рубильник плечо надеюсь что нет и тот провода ну хоть чего справа не согласились участвовать на равных правах явно его месте тоже не смотрел причем песня тут не самая кринжовая звучит не так уж плохо липсинка и бой липсинк никакой может быть если бы они это все делали но у них были бы комбезы на не на голо тело а на одежду это бы выглядело не так всрато здесь охрана труда вот она где у блять я так понимаю оригинал вставки и гачевучи это оригинальные которые они дадут мысливых клипе в рекламе или в чем я почти уверен ты думаешь это просто так бы и сибирский вставлял да все может быть с чего будем вставлять гачевучи себе ты видела чё они сделали ты видела ты видела запроса типа наглядно для сравнения я знаю вас всех уволят могу только поздравить но больше так не делай я надеюсь второе что нам нормально так то да это я надеюсь 2 декольте было все-таки женское не мужское надеюсь сразу видно кто начальник зажравшись в костюме пока сотрудники ходят буквально голые еще и в губы не попадает это было в лайки регистрироваться за это там выдают диплом такой революции вы хотите да не хотите жаль именно такие ролики я вижу в больших актовых залах куча рабочих со всего завода и после тяжелого дня смотрят новые инструкции по охране труда я знаю кто это должен посмотреть обязательно в таких клипах ни одного я думаю ей понравится тут я думаю будет сейчас еще много интересного про охрану труда не останется или наоборот привлечет новую аудиторию заканчивая шарагу я сам настолько был близок к заводу что сейчас вместо меня вы могли посмотреть какого-нибудь андрюху кубанского или серёгу камчатского там было написано это не подводка к рекламе взрывающего рэп-клип завода радиоэлектроники со мной не подставляйся не расстраиваю начальника ради бога брат не хватай жало паяльника ведь песня лучший способ донести важные мысли качающий припевку подхватим быстрее нежели нам прямым текстом скучно скажу что умирать на работе видите ли плохо подпишитесь на мой канал кстати и наберите 50 60 7 тысяч лайков тогда выйдет новый ролик мы вам построим большой жилой дом вы будете рады жить весело в нем да вы будете вы идите рады жить весело в нем это условие написано в договоре об ипотеке на 40 лет шел на работу алкотестер пройди ботинки спецовку на себя на тени тебе сказки нигде не ходи надвинь ее на уши знаете не зря они пошли строители а не в рэп строить на стройке мне не вредит этого мне не запретить буду я довольный ходить и хочу воды я попить чтобы в будущем я смог тут жить и детей своих расти ну вы поняли да я так понимаю на это время не было потрачено немного потому что надо строить дом чего начать стройку забора вокруг обманутых дольщиков тут они ждут лишь чтоб наверх стремянку возьми но прежде ее хорошо смотри бирка на ступеньке испытана она значит работа безопасно но тут смысл был не в том чтобы красивую песню сделать а просто так сказать корявую рифку составить для того чтобы рассказать что-то думаю хорошие песни можно заказывать у нормальных так сказать кто этим занимается ну да но никто не будет это дело этим делом заниматься и заказывать на самом деле потому что им вообще вряд ли выделили особо средства для рекламы рекламщиков то нанимать никто не хочет а это даже не реклама это охрана труда для охраны труда тем более никто нормально ничего нанимать не хочет как раз таки рекламщиков нанимают этим все равно не переплюнуть эти пока пока не переплюнули первых испытания ступеньки берут самого жирного заставляя прыгать на ней и смеются над ним откуда я это знаю этот рэп трек больше всего звучит как стереотип о рэпе рэп это не только йоу а есть и более глубокая страна нарушение зачастую выглядит именно так хороший реп захотелось построить свой дом следующий ролик показывает рабочий день обычного трудяги я уже настолько упороты я прочитал не выливщика выживальщика что долго показывает сейчас ему придется козлят жертву приносить простите а это кто я впервые вижу да я тоже готов бросить все дела когда катя с мужской аватаркой на фотографии с которой я до этого ни разу не переписывался отправляет мне рандомную фотографию студийного качества но проработка детали здесь конечно уровня нового на почему молона потому что вы не заметили самую главную деталь которая соберет весь пазл воедино потому что вам как стаду овец показали что что хотели показать почему-то он отвечает кати хотя никто не заметил что изначально ему писал владимир привет рад пообщаться но сейчас и некогда я умышленно убиваю своего коллегу чтобы посудить от несчастный случай на производстве жду встречи с тобой таинственная незнакомка это новости что кто-то умер а после того события алюминиевый завод переквалифицировался в типографию чтобы снизить риски происшествий и теперь печатает газеты о том что произошло раньше на заводе смелый ход интересный твист а пух слава богу тот парень вышел из тюрьмы и теперь работает водителем камаза будут вопросы к оператору в кадре очень сильно мешает бабка с могилой а возвращаясь к ну и больше всего мне понравилось что весь ролик мы наблюдаем за главным героем который на самом деле второстепенный персонаж который просто умирает а главным героем все время был чувак появившийся в середине на пару кадров теперь представьте себе фильм с такой структурой час фильма какие-то челики бегают что-то делают и тут появляется главный герой на две минуты и говорит я отомщу за свою жену и исчезает из фильма а в конце фильма она показывает газету где написано похитители жены пойманы и по сути я смотрел сериал в котором первую четверть сериала показывались истории не главных героев а их родителей забавно да потом они были второстепенными персонажами которых почти не показывали и и даже и с глупой обоснуйкой отношениях родителей оставили в руинах а я думал ты про жожу прекрасно пользоваться телефоном во время работы с чем я согласен но мораль истории видится через чувака которого мы видим большую часть ролика она звучит примерно так ну ты короче можешь однажды прийти на работу и это умереть такие дела завтра 8 быть на работе снова реп трек ты чё ебанутый что ты там делаешь работа свою что это не так на камеру камера вообще-то скрытая просто дружный коллектив ты приступая к работе обязан помнить всегда вы не подумайте что это извините без понятия кто это но узнать даже не хочу камера вообще-то скрытая просто всегда говорит рифмами а коллеги стараются его не замечать и рукава застегни будь осторожен в процессе и за собой прибери самое пугающее в этом клипе то что парт с рэпом происходит в одной и той же ритмике и с той же интонацией настю решили одолеть котики во время того как мы записываем долбанутые они меня все поцарапали придурки одолели да одолели как видишь вот несчастный случай при производстве видеороликов потому что я нарушила технику безопасности использование котиков использование котиков во время съемок видео а чё в чё он прыгнул и почему он по твоей руке побежал он ебанутый а она ебанутая все ну так то да она еще то ебанидзе и что вводит в состояние какого-то транса если ты это чего-то то в общем это сиди если пришел на работу то не забудь и уйти но есть более пугающее заметили как я сказал парт ты должен помнить всегда что есть охрана труда и спецодежда и сис слава богу никто не забыл про сис тебя ждет дома семья а сис это хорошо а про чё они поют не знаю а если нету семьи то я не знаю умри если средой все нормально пояс с канатом одень инструменты должны быть одеты обуты и сыты потому что довольный инструмент безопасная работа и опускайся в колонне тролликс на счет одень надень ты не робей будь смелее а он неправильно сказал да не не вы чё мне реально туда не надо спускаться каску одень и взбирайся будь осторожен родной а это тоже проверка в целях безопасности ну устойчивость сука ты должен помнить всегда почему она так далеко могли снять ее с другого конца города таким качеством так то да но кто то все таки не выдержал уберли камеру блин Михалыч заспакует а че он блин весь день хернёй занимает у него даже работа ненастоящая Эти до сих пор в стену смотрят все боятся что их вытеснит робот но никто не понимает что боятся уже поздно пусть они споют припев вместе ты должен помнить всегда что есть охрана труда аж до глубины души до мурашек тоже знаете люблю проводить время читая инструкции ПО, ОТ и ТБ надвергс обещает снять экранизацию но книга всегда лучше перед работой всегда ты инструмент осмотри а это тоже их работник Андреич у него еще погонял ашива работает ужасно а зато душа компании если в ролике нет рекламы заводов значит весь ролик рекламы заводов «Так вы воспринимайте каждый войвок desta 에 떠�?» еще ролик прошатал? не забыл Ну хорошо понемножку нас забайтили отборным репом, а дальше становится только лучше. Сварочный Гринч бегает по территории и вместо Рождества отнимает жизни рабочих. Начало явно лучше выглядело. То ли ему попадаются полные идиоты, то ли он обладает огромной силой убеждения. Он заставляет всех на пути своем забыть о правилах безопасности. Блин, у меня забрали перчатки. А зачем я это сделал? Надо его спасти. Какая актерская игра, какой-то ладкой, сколько драм. А что ты ожидала от работников завода, блин, от старого работника завода. Блин, бедяга, он просто хотел работу работать, его заставили там сниматься. Может и не заставили. Может он заставил их все это делать, чтобы сделать свою карьеру. Чтобы сниматься там, да? Трогать руками. Нет, тебе не нужна полка. А, да, точно не нужна. А, я тоже умираю. Нет, за гаражу проход. Нет, не надо. А, я не буду. Смотрите, реакция старика на падение чувака вниз. Уи-и-и. Просто очередной сынок начальника. Классная каска, лох. Блин, ну ты чу? Никто ему сделать ничего не может. И спустя мгновение этот мужик уже лежит в конгульсиях. И улыбается. Он счастлив. Но потом появляется она. Инженер похоронитель, да? Девушка. Я не знаю, кто это. И говорит. Почему мы работаем в таких условиях? Почему так, на? Почему с каждым днем все больше и больше покалечено? Был бы ты человек, нахуй. Сука. Абсолютно незнакомый нам мужчина не выдерживает несправедливости и начинает колотить по трубе. Зачем? Зачем это делает? Понятно. Это вопрос у всех. Подвоночком к биту. Да я понимаю. Но это выглядит так. Что зачем? Что да, он просто стучит. Чтобы что? Он стучит для того, чтобы стучать в бит. Ну, блядь, ну, ну, блядь. Знает. А потом этот чел. Я не представляю, как он оказался в такой ситуации. Потом эта девушка попала на крышу. И заблудилась. Должен же быть какой-то выход! Кто пустил ее на крышу? Но крики слышат доктор Странж. Точнее... Блядь, он целая драма. Обожаю драма-версии музыкальных видео. Ну, нет. Они еще, понимаешь, записали ее голос. Она должна была, типа, кричать. Ну, кричать стесняется, естественно. И записали они не на улице, а в помещении. Ну, видимо, может, хотели звук получше сделать. Но получилась все равно хуйня. И получается, она орет на улице в помещении. Да. Ну, типа. Страж труда. Уводит эту тупицу с крыши и начинает собирать свою армию. В конце происходит топ-10 аниме противостояний. Армия инвалидов Гринча, которых он покалечил. И они почему-то все равно идут за ним, видимо, с такгольмский седром. Армия стража с тетей Любой. Что же будет дальше? Продолжение не вышло. Ничто не подходит к рэпчику больше, чем пивко. Соответственно, рэпчик про пивко на заводе пивка – лучшее сочетание из возможных. Средство защиты сегодня это модно. Я постоянно слышу странный рычаг давления про стиль. Неужто всех работяг больше волнует, как они выглядят на заводе, нежели их жизнь? Лед с танков, сам знаешь, суров. Раз попадет он, и будешь готов. На складе накинька сигнальный жилет. У него как надо оранжевый цвет. Ой, ну взрослый же мужчина. Почитают получше этих сопляков. Утопите его в бочке с пивом. Этот сел будто не рэп, что это напевает народный мотив. А ей такое ощущение, как будто зажигают на корпоративе и вообще в ритм не попадают. Ничего абсолютно. Кто больше всего себя хотел проявить. Вот он, мой шанс. Мне нужно залететь на бит жестко, бескомпромиссно. Также обязательно внимательно послушать. Мы делаем биватель. Защитные очки. Не будешь über Если вдруг раздаться очень громкий звон, Берушами будешь надежно защищен. Как вы поняли, это они вовсе не от громкого звона. Да, ребят, я вас понимаю, тут даже беруши не помогут. Как вы поняли, это они вовсе не от громкого звона. Да, ребят, я вас понимаю, тут даже беруши не помогут. Если на коллеге специальные ботинки, смотрятся они просто как картинка. Синяя футболка, крутой комбинезон. Смело на бодиум может выйти он. Я хочу... Блядь, неужели Балтика не могла нанять людей для записи ролика? Понятно, почему это является точкой мотивации. Это крупнейшая, наверное, в России пивоваренная компания, которая на экспорт отправляет пиво. Вы чё? Вы чё, люди? Вы чё? Оказывается, что там трудятся одни хайбисты. Блин, не хочешь быть в безопасности, но... А ты выглядишь стильно-то, выглядишь нормально, чётенько. Теперь будешь носить, да, форму? Эти муляжные туристические зоны нам показывают закончить. Сибирские не понимают, насколько это, типа, важно. Пофиг, например, как некоторые... Пофиг на санпины, буду ходить с распущенными волосами, без шапочки в стерильной зоне. Ну да-да-да, это специально для таких индивидов сделано. Попробую, ну студентам, как бы, набезать на первом курсе, например, в медицинском, но это упорно многие до пятого не желают понимать и считают, что когда их заставляют носить волосы собранными и носить шапочки, это дискриминация. Я единственное, что я до сих пор не понимаю, такой член мы на практике за компами носили халаты. Ну... Ну, это бесполезно, они не нужны. Ладно переобуваться, как бы, когда ты заходишь в лице или там в кабинет кто-то из преподов, или в бахилах, чтобы ты кабинет не засирать и в пыли не сидеть, это ладно. Но на самом деле... Да, я думаю, пошло ещё с того времени, когда вот... Ну, это, типа, было связано всякими радиодеталями и прочее. Тогда так, ну, на производствах или на сборке в халатах. Возможно. Просто пришёл без халата, всё, тебя не пускают. Или носить, короче, длинные ногти нарощенные, со стразами ещё, и носить перчатки, потому что... О, да у меня ногти, перчатки прорывают, они, типа, ну, какая разница? Да, есть, видимо. В принципе, нельзя носить длинные ногти. Сука, ты на кого шла учиться? Вот где по-настоящему делается пиво. Когда в колодец бесстрашно лезет, он противогазом обязательно снабжёт. Да уж, с пивом иначе никак. Далее у нас снова социальное видео. Двое мужчин, назовём их Петрович и Михалыч, провожают детей в садик. Что за дядя нас снимает? Я сегодня заберу тебя раньше, и мы сходим в зоопарь. Ой, ну вот, звуковые спойлеры. Теперь мы знаем, что не сходит. Но мы ещё можем узнать, почему. А для этого надо узнать Петровича получше. Петрович, будучи строителем, не знает назначение каски и думает, что в ней носят перчатки. Ага, у Петровича фобия кирпичей. Это полезно знать. Ну а напряжённая музыка заканчивается, и начинается бодрячковый технорыс с переодеваниями, в который врывается Михалыч. Чтобы вы понимали, Михалыч в этом ролике это антипод Петровича, эталонный сотрудник. Но чем же? Во-первых, он застёгивает все пуговицы, а Петрович не отмечает. Больше Петрович ничем не выделяется, в то время как Михалыч носит стильные очки, слушает молодёжную музыку за работу и кушает в столовой сразу из трёх тарелок. А Петрович? Ух, этот Петрович. Бухает в подсобке. В одних тарелках может идти речь, когда его окружают те, кто едят из банок. Спасибо создателям фильма. Теперь мы знаем, что Петрович просто маргинал и заслуживает смерти. Да, есть из банок, это такое. У меня было ощущение, что эти банки, это просто пепелицы. Ну, возможно. Ну, блин, люди, наши родители, так сказать, привыкшие они, есть, так сказать, из банок, потому что контейнеров-то в своё время не было. Ну да. Ну и то, по-моему, я не знаю, наверное, батя уже в контейнерах таскает, а не в банках. Ну, лоточки давно уже появились, грубо. И стеклянные в том числе. Понял, чему затемнение. Видно, что не упал. Другое дело, ещё до недавнего времени была в рабочем время убивать, и почему такого? Типа, или бухим на работу являться, благо сейчас всё не так хорошо. Для некоторых всё равно, это, мне кажется, так же осталось. Ну, спал. А, я думал, он подходит к этому, к Петровичу такой, типа. О, да ты упал, лошара. Ха-ха. А этот чилит, его до сих пор не убрали. Рабочий день закончился уже. Какой можно сделать вывод из этой истории? Работай как Михалыч, а не как Петрович. За станком, а не на стройке. Тогда ты не упадёшь с высоты. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да, тебя намотает на станок, если ты будешь не соблюдать правила охраны труда. Да, мы помним то видео, где мужчину намотало. У него вообще шансов не было. Да я не одно такое видел. Я думал, что ты ещё какие-то шансы есть. Я не одно такое видео видел. Ну и всё. У веб-шпион, типа, уходит, да. Спать хочу. Я тебя понимаю, Кирилл. Да, сон и время потрачено на сон, это очень ценные ресурсы. Спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось и было интересно. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok